Здравствуйте, друзья! Сегодня будем солить рыбу. Будем солить по сибирскому рецепту. Рецепт называется Сыгудай. Для этого нам понадобится скумбрия 1,2 кг. Тара, в которой мы будем засаливать скумбрию. Это у нас банка 1,5 литровая. И дальше пойдем по ингредиентам, которые нам также понадобятся. Это лук 1 штука. Укроп. Пучок. Петрушка. Тоже 1 пучок. Соль. 2 столовые ложки. Сахар. 1 столовая ложка. Черный перец молотый. 1 третья чайной ложки. Кориандр. 1 чайная ложка. Лавровый лист. 3 штуки. Душистый перец молотый. На кончике ножа. Вода. 100 миллилитров. Растительное масло. 100 миллилитров. Уксус. 6% 75 миллилитров. Или же можно использовать 9% уксус. Тогда нужно будет использовать 50 миллилитров. И в конце мы добавим лимон. 2-3 дольки по вкусу. Итак, первое, с чего мы начнем, это подготовки нашей рыбины. Начинаем с ее разделки. С нарезкой скумбрии мы закончили. У нас получился вот такими аккуратными кусочками. Рыба у нас не мороженая. Мы ее помыли, обсушили бумажными полотенцами. Ну а теперь отставляем в сторону. На данном этапе приготовлений мы приступаем к нарезке лука и зелени. Разобравшись с нарезкой лука, мы приступаем к нарезке зелени. А именно укропа и петрушки. Нарезая зелень, ее не обязательно резать мелко. Можно нарезать и на достаточно крупноватые куски. Нарезав зелень, мы приступаем к приготовлению засолочной смеси. Для этого нам понадобится какая-нибудь емкость, в которую мы будем постепенно добавлять предварительно подготовленные ингредиенты. Добавляем ингредиенты в посуду, мы их перемешиваем. Подготовив все необходимое, мы приступаем к укладыванию всего, что мы приготовили, в банку. Начинаем мы с лука. Засыпаем лук в банку. Сверху лук посыпаем нашу нарезанную зеленью. И стараемся поплотнее уложить первый слой рыбы. Уложив рыбу в банку первым слоем, мы посыпаем ее подготовленной нашей смесью. Посыпав смесью, мы не забываем добавить дольку лимона к первому слою рыбы. И дальше повторяем процесс, то есть посыпаем луком. После чего лук посыпаем укропом с петрушкой. И выкладываем еще один слой рыбы. После того, как уложим второй слой, мы опять же добавляем поверх него заготовленные специи, которые мы смешили. После этого заканчиваем процесс добавлением сверху лука и зелени. Выложив третий слой рыбы, мы добавляем к нему лимон. После чего посыпаем это все из нашей подготовленной посуды специями и плевостями. И поверх них укладываем лук с зеленью. Теперь приступаем к приготовлению маринада. Маринад готовится просто. Нужно смешать жидкости, которые мы предварительно подготовили. И заливаем в нашу банку. Вылив половину маринада в нашу банку, мы добавляем в наш маринад специи, которые мы до этого смешивали. И перемешиваем. После чего заливаем банку полностью. Итак, мы наполнили нашу банку. Как можете видеть, жидкости в ней предостаточно. Теперь мы ее закрываем крышкой. И убираем в холодильник на сутки. Итак, результат посмотрим завтра. Итак, по истечении 24 часов мы достали соленую нашу скумбрию из холодильника. И давайте же посмотрим, что у нас получилось. Лук, который в маринаде, его можно есть. Он получился отличным на вкус. Хрустящий, соленоватый. И его также можно употреблять в пищу. Ну и, конечно же, сама скумбрия. Она хорошо просолилась. Мы делаем этот рецепт уже не первый раз. И знаем, что все вышло хорошо и очень вкусно. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал на фоне скумбрии в хорошей сервировке. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok